приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам про шарлорд ap 58 что про него хочу сказать давайте сначала поговорим про скорость 13 дельная мощность максималка 40 до разгоняется он не ахти как быстро но в целом менять позиции скорости достаточно я по сути на нем так и играл за счет максимальной скорости заранее занимал какие-то выгодные позиции и расстреливал врагу своей грозной пушкой дрын реально длинный большой и огромный альфа 400 пробитие 243 ббшкой 267 под калибром альфа и пробитие вообще мощь а вот сведение 2 и 8 точность неплохая 036 но какой же ужасный дпм 1700 вот получается у нас удельная мощность плохая дпм просто отвратительный корпус слабо бронированные нлд легко пробивается vld 105 миллиметров танкует только если мы играем сверху или через рельеф только благодаря приведенной броне вблизи в принципе на ровной поверхности vld будет пробиваться супер легко так у нас еще и борта не особо толстые есть над гусеничной полки нлд вообще бумага также у нас есть на башню лючок который легко пробивается маленький есть лючок побольше который сложнее пробивается но все равно он танковать особо не будет ни семерки и восьмерки не тем более кого-то посильнее так у нас есть еще обзорные приборы на башне с левой и с правой стороны которые тоже пробиваются по краям они как экран но там где крепятся к башне они пробиваются легко да они небольшие но все же они есть орудие вниз опускается на 8 градусов что в принципе приемлемо но хотелось бы конечно и побольше также меня немного смущает что это за специальные снаряды с пробитим 267 когда у нас есть бэбэшка 243 разница настолько маленькая что практически нет смысла пользоваться подкалиберами только очень в редких случаях но в целом бэбэшек достаточно чтобы практически всегда отыгрывать только на них хороший обзор 390 позволит нам больше фармить серебра чаще светить врагов и видеть кто по нам стреляет у нас неплохая стабилизация но если стрелять вдаль ее будет недостаточно тем более сведение 2 и 8 это просто ужас но на средней ближней дистанции стабилизация чувствуется приемлемой урон набивается несложно и вот посмотрел на все эти параметры целевая аудитория сейчас скажет мне как этот танк может понравиться как вообще можно воспринимать этот танк в качестве лучшего из новогодних контейнеров не знаю как вообще можно это воспринимать но по статистике этот танк у меня лучший за все время сколько я играю в танке он сейчас по статистике у меня на первом месте да я пока что не прям уж много боев сыграл и возможно танчик немного опустится но явно он не будет уже занимать последние места да и к тому же он мне очень сильно понравился возможно этот танк просто идеально подходит под мой стиль игры и как же я на нем отыгрывал благодаря максимальной скорости менял позиции выгодные для меня заранее удобно становился так что простреливать бесплатно врагов иногда пытаясь там что-то танковать от рельефов очень редких случаях разменивался с ними своим хп которого 1500 в принципе все ничего сложного я на нем не делал ничего там сверх естественно не изобретал просто занимал выгодные позиции и стрелял по врагам до дпм плохой но пробитие альфа хорошие когда я стрелял вдаль танк очень часто промахивался но на средней ближней дистанции стрелять очень приятно особенно мне на нем нравится выцеливать уязвимой зоны когда я раньше против тяжелых танков на каком-нибудь фланге вблизи на короткой дистанции не знаю почему но прям вот в лючки какие-нибудь стрелять в маленькие уязвимой зоны в принципе удобно очень часто попадаешь пробиваешь но вдаль конечно снаряды летят куда вода но не по врагам в общем и целом мне этот танк очень сильно понравился мне на нем очень комфортно и приятно играть да у него есть минусы да и он не прям уж идеальный но мне зашло по сути у него из положительных сторон это офигенное пробитие хорошая альфа крепкая башня там во лбу башни 300 миллиметров примерно плюс маска максимальная скорость хорошая а больше принципе ничего нам не надо плюс еще неплохая стабилизация как для такой пушки с таким пробитием альфой стабилизация пробитие точность альфа максимальная скорость крепкая башня все это все что нам нужно чтобы в нынешнем рандоме хорошо и комфортно играть бумажный корпус не суть важно плохой дпм зато все остальное хорошее плохое сведение но зато стабилизация нормальная как по мне танчика отличный буду с кайфом на нем еще много играть оборудование досылатель стабилизатор закалка или досылатель стабилизатор вентиляция я играл с вентиляцией но я вижу что еще и закалка вполне себе зайдет полевая модернизация сохранение набранной скорости улучшение точности увеличения обзора пишите в комментариях свое мнение с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи